Итак, всем привет, с вами Дубгайм, мы продолжаем играть за нашу прекрасную Чехословакию и мечта нашего прекрасного союза славян уже не так далеко Где-то, господи, сколько фокусов Вот она, подславистская идея, она уже совсем близкая мы буквально заканчиваем тут пару фокусов после чего переходим к ней Ну, уже не дожидаясь этого, мы будем сейчас начинать войну с Австрией Наши войска идут на свои позиции после чего, я думаю, мы перейдем к наступлению Поехали! А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь И немножко надо, конечно, реорганизоваться У меня войска не были готовы к нападению, на самом деле Все еще у меня вот эти ребята стояли на гарнизоне и не хотели все никак идти в другую сторону Но вроде сейчас потихоньку доходят до позиции Хотелось бы, конечно, нажать штатное планирование Но у нас максимум очень жестко понижен из-за того, что мы здесь понабрали всего Но в целом понабрали много чего полезного То есть тут все вещи как бы нам плюс-минус нужны В войне, я думаю, нажмем военную экономику У нас ее не было до этого О продаже городского кронштейна Допустим Не сильно интересно У нас здесь еще войска немножко Давайте дообучиться и начнем войну Время начинается И русско-японская Нам вот не сильно интересно Тут проверяем, чтобы у всех войск было снабжение Вроде сейчас стало неплохо Да, окей Все креплены, все готовы Давайте объявляем войну И да, очевидно, Австрия сразу не хочет пересоходить наступление Давайте сделаем, наверное, вот так Пока что все авиацию мы сюда отправим И сначала ликвидируем вот эти вот войска По прошлому нашему мирному договору Эти войска остались здесь навсегда И по новому мирному договору Эти войска будут, я думаю, полностью уничтожены Вполне себе еще до его заключения Переходим на военную экономику тем временем И получаем еще одну чайку исследований И сейчас, наконец-таки, убираем все дебафы 40-й год для Кайзер Шизы на самом деле Очень-очень поздно Мы все это убираем Обычно как-то я привык все пораньше На самом деле убирать И вот последняя дивизия Насколько конфедерации Федерации, точнее, не конфедерации Сейчас будут уничтожены Последняя дивизия И все Эти войска все можно возвращать вот сюда Вместе с этим здесь, да, немножко большую часть фронта Будут занимать вот эта вот Красная Армия Нет, я точно не Штирлиц Из Российской, Советской, Социалистической Республики, товарищи Вам не о чем волноваться И мы готовы получать вас наступление Только давайте сначала, конечно же, не забудем самолетики поменять Ну а теперь Лихое наступление Почти что все зеленое Нет, на самом деле все зеленое Здесь красное перекрашивается в один момент зеленое И в Чехословакии уже командование может открывать шампанское Потому что Дунайская Федерация будет полностью ликвидирована Очень быстро, очень быстро Армия сдается Те, кто не сдаются, уничтожаются совместными усилиями нашей авиации И отличная наземная армия А мы закончили все И бафы убирать Прекрасно Можем пойти вот сюда Но здесь уже на самом деле Почти что не осталось ничего интересного Вот этот еще баф Как будто такой Полуинтересный Но в целом как бы можно потерпеть А вот на территории тоже круто Хотя Давайте, наверное, все-таки возьмем вот это Потому что опыт армии все-таки это супер сильно Здесь еще бесплатная доктрина будет Здесь тоже Но это нам на самом деле плевать У нас уже почти она докачана Давайте вот сюда Шифрование-дешифрование Потом доктрина И потом уже, наконец, последние финальные танковые бафы Господи, танковые бафы Танковые исследования А бафы у нас на опыт И Last Defense нажимают Дунайской Федерации Они пытаются все Гасбурги все Цепляются за свой дрон За свою империю Но время их империи прошло Приходит время Чехословацкой империи Или Славянского Союза В общем-то Славяне, объединяйтесь Скоро это произойдет Кстати говоря, я вижу альянс у Румынии и Сербии Давайте-ка займемся этим альянсом В следующем буквально Сразу тоже КБ уже делаем Чтобы не тормозить Потому что уже 40-й год У нас нет времени ждать Пока всякие фокусы будут делаться Как я и говорил На четвертом лебеле Мы всегда берем прорыв Этих же генерали Генерали Еще пока не прокачаны Еще и немецко-японская Начинается Япония Решила прям пойти В сетяшки Хотелось бы мне на самом деле Поиграть в Кайзершиде И за Японию Но в Японии буквально Ну ничего нового По сравнению с Кайзершиде Обычным Райхом нету Как бы Смысла в этом Как будто бы особо-то и нету Опыт буквально такой же А я уже как бы Ну Играл в нем Здесь тоже окружение Можем тоже их добить Эти войска И ну давайте уже Пораздаваться Дунайская Федерация Может еще вот здесь Вот они Цепляются За свою какую-то Горную крепость Но нет 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 Она тоже пойдет Под нашим Неустанным натиском Добавлен факт До этого со стази Я мог без конвоев Торговать А теперь Как у меня появился Доступ к мури Только конвоями Неприятно получилось Но ладно Все еще Они не капитулируют Не знаю За что они держатся Вообще Но мы давайте Добьем буквально Каждую их провинцию У них что Вот здесь Да у них здесь Национальная личная территория Допустим Хорошо Разберем сейчас Еще и с ними Ну наконец И Забираем себе Просто Италию Австрию Всю огромную Албанию Республика Чехослаки Стало выглядеть Намного веселее И знаете Что я думаю Мы все это Заберем Себе Мы не будем Ничего выделять У нас есть Прирост поддержки Войны Стабильности Так что Зачем А вот Фабрики Мне отсюда Очень пригодятся В целом Это для нашего Панславянского союза Как бы Да вот эти территории Не сильно подходят Наверное Италию Я выделю В целом Но вот здесь Все вполне себе Как бы мы Новый наследник Австро-Венгрии Будем править Только из Праги Слушайте В целом Германия Ситуация Ну такая Здесь ничего Не меняется Но на самом деле Стран интернационала Не мало Как бы Да тут Вступали Тут Ладно На самом деле Их мало Просто Британия Развалилась Но в целом Попроще ситуация Потому что Россия Россия Еще не скоро Объединится Тут уже Кстати говоря Она добивает Потихоньку страны Что ей Очень на руку Она тут Я думаю По бафам Как-то Да Наверное Да Господи Он противостоятель Дальневосточная Республика Получила Жесткие бафы Поскольку должна Восстановиться Хотя я не уверен Что они фокусы Могут брать Потому что Новых духов Нету И как будто Все-таки Тут должны быть Это Должна гражданская Вена Быть пройдена Господи Сколько-то Фокусов этих Я помню Как-то раз Мы играли Но пока Вот эта вот Война Не знаю Она По ощущения Очень затягивается Но видите На дебафы У Дальневосточной Республики Как бы Да Так что Ну Очевидно Что в один момент Советско-социалистическая Республика Победит Но этот момент Еще Должен настать Есть такой нюанс Что нельзя Обучать отряды Расформировать отряды Редактировать Шаблоны отрядов И Вообще Это должно Их душить Жестко Особенно Если Обучать То есть В теории Если им повайпать армию Они их не смогут Восстановить Это Конечно Неприятно И у нас тут Ивентик Социалистический Бунт Стрелять пожелания По детям Либо не стрелять Вообще Выглядит Как будто Вот это Какая-то Ловушка Социалистическая Поэтому Я думаю Нам стоит Не стрелять Все равно Мы это Базовое Значение Как бы Почистим И так Но конечно Вот отсюда Еще прилетит Но мы Будем Оставлять Оккупации Нам нужна Эта промышленность Ликсенштейм И только Купировать Таймужем Кстати говоря Но Я говорю Мы Своими Модификаторами Очистим У нас Благо Достаточно Конечно Не сильно Большой Прирост Да 0.3 там 0.3 там Но все Еще этого Хватит Чтобы постепенно Постепенно Вернуть Обратно Все к соткам И так Прекрасный Баф Наш Есть Можем Пойти Сюда Еще 2% Военобязанного Населения Это мы Обязательно Сделаем Но Попозже Уже Идем К нашему Там Вот Прекрасному Панцлавянскому Союзу Овс Натерситизированный Шлем Можно Можно Принять Деподифицированные Ага Давайте Свой Собственный Конечно Ж И у Нас Тут Вариант Политика Нейтралитета Ха-ха Либо Дебит Чехословакии Конечно Мы будем Делать Дебит Чехословакии Господи И у нас Готовка Сюда Давайте Убиляем Войну Кстати Говоря Авиацию Сюда Не Подвел Вообще Стоило Давайте Так Сейчас Сделаем И Поддержку Здесь Авиационную Тоже Конечно Ж Пришлем Ну С Авиацией Да И В принципе Наши Войска Очень Сильные Мы Без Проблем Сметаем Просто Румынию И Сербию Вообще Практически Без Потерь Это Прекрасно Людские Ресурсы Хоть у нас И имеются Но Они Все Еще Ограничены В будущем Кстати Говоря Они Будут Практически Неограничены Потому Что Мы Национализируем Очень Много Территорий Тем Не Менее Пока Что Надо Все Рано Вести Себя Аккуратно Вот Мы Забираем Себя Румынию Сербию Кстати Говоря Не Забываем Забрать Флот У У нас Кстати Говоря По-моему Я В плот Австрии Что Ли Забыл Или Не Было Хороший Вопрос Как же У нас Политка Отлетела Вся И Да Нам Быстрее Вот Это Сделать Мы Столько Территорий Сразу Национальными Получим По Ощущению Следующий Наш Противник Должен Рейхспак Там Вообще Хотелось Бы Кого До Них Давайте Наверное Греции Займемся До Вот Такое Ополчение Намного Выгоднее По Снаряжению Чем Коней По Людям Коней Все Еще Выгоднее Использовать Вообще На самом деле Кстати Говоря Исходя Из Этого Винтовок У меня Больше Чем Людей Ну Так В Среднем Да Наверное Все Таки Стоит Экономить Людей Так что Наверное Мы Все Таки Кавалерию Поставим И Будем Сниматься Фигней Вот 451 Это Что Станки Еще Меньше Стоит Но Танки Мы Не Можем Очевидно Это Слишком Дорого Давайте Каней Будем Закидывать Отлично Форс Западном Славянстве Ага Вместе Мы Сильнее За счет Тех Или Без Него Берлина Не 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 Что Насчет Сарбов Да Да Это Нам Надо У У нас Конечно Вся Политка Улетела Но Еще Вернется Панцловистская Идея Поехали Да Политка Конечно Сказала Привет Вы знаете Музыкальная Многозначная Многозначная Но А что Поделать Так Хочу Промышленность Еще и Лизские ресурсы Потом будут С этого Получать А Филме Филме Вот так Господи Здесь Всякие Микро Территории Тоже Теперь Требует Сам Главное Они Политку Отнимают Блин Верните Политку Черт А у нас Был Вариант Если Что Напасть На Дунайскую Федерацию Он Так Очень Очень По-далекому Мы Можем Только Могу Интанту Создать Из Всех Вариантов Но Мне Не Интересно Тут Буквально Фокусов Только Укрепление Остальное Все Интересно Здесь У нас Объявление Войн Здесь У нас Объявление Войны Не Ладно Здесь Казус Белли Здесь Объявление Войн Окей А здесь Есть Да Здесь Интересно Минус Стоимости Производства Нам Вполне Себе Интересно Что Можно Вот Это Взять Минус Стоимости Истребителей Да И надежность Конечно Давайте Возьмем Вот Я пришел К выводу Что Мне Все Так Кому Тоберить Войну Потому Что Иначе Я Буду Вечно Сидеть Потому Что У нас Политки Нету Так Что Респект Либо Кому Честно Оба Варианта Неинтересно Но Вот Если Мы Сделаем Еще Парочку Армий Тогда Наверное Рейхспакт Звучит Будет Адекватно Так Что Я думаю Все Так Рейхспакт И Я Сделал То Что Всегда Люблю Сделать Но Что Очень Дорого Огнеметные Средние Танки Поставил В Наши Пехотные Дивизии Вот Сюда Вот Это Очень Сильно Очень Дорого При Это Очень Сильно По Цене За Эффективность Очень Неэффективна Но Тем Не Менее Это Будет Досточительным Потому Что Прорыв Дает Очень Много Если Обратить Внимание 23 Прорыва Достаточно Нормально Самое Главное Куча Пахов На Атаку Так Что Да Должно Быть Не Так Плохо Ну Посмотрим Посмотрим Может Быть Даже Меня Кто Будет Не Пробивать Но В Должно Быть Хотя Бо То А Вдруг Нет И Вдруг Здесь Будут Дивизии Без Этого Я Думаю С Кем То Читок Мы Все Так Может И Получим Добавлен Технология Самолет Разведчик Просто Самолет Разведчик Неплохая Дальность 1300 Если Сравнить С Нашими Этими Новыми Самолетами А Нереально Новые То Она Больше Как будто Он Реально Будет Давать Разведку Разведка Если Что Без Шуток Неплохая Давайте Один Чисто Будем Строить Почему Бо Нет В целом Можно Здесь Самое Главное Взяли Баф Остальное Тут Слушайте Вот Это Еще Можно Использовать А Тут Тут Есть Некоторые Баф Да Тут Есть Баф Просто Мне Раньше Их Не Показывало Блин Так Тут Оказывается Есть Солидные Бафы Давайте К ним Выйдем Конечно Поехали А еще Я решил Раз уж Мы тут Чуть Подготовимся Побольше Давайте Ебанем 27 Сортой Вот Такую Вот Прикольную У нее Супер Много Урона Немножко Не хватает Людских Ресурсов Немножко Не хватает Арциллерии Арциллерии Мы сейчас Доделаем У нас Жесткая Скидка На арту Это Мы Все С этим Разберемся Нам Только Людей Но Тоже Там У нас Был Фокус На Людей Так Что Как Откуда То Мы Сейчас Я думаю Поищем Найдем Что Призыв Повысим Примерно Через Пару Лет Как У нас Политка Дойдет Посмотрим Если Без шуток Попереставлял Я Карнизон На Местную Полицию И В общем У меня Люди Хоть Недостаточно Все Еще Надо Что Сделать Сделать Кавалерию Но Тем Не Менее Видите Минус 100 Допки Минус 400 Приходки Минус 5200 Людей Немного Но Вполне Себе Вполне Себе И самое Главное Мы Еще Война Полиция Еще Чуть Побольше Сэкономим Хотя Все Нам Их Не Хватает Этих Людей Но Мы Будем Пытаться Разобраться Как С этой Нехваткой Вот У нас Две Армии Еще Дополнительные Готовы Уже Их Надо Депорить Потому Что Мы Вряд Ли Успеем Достаточно Быстро Все Это Сделать Будут Они Обучаться Уже Так Сказать В бою Но Как Получается А Вот Это Генерала Дали Или Что Как Будто Да Потому Что Неса Так Это Безумная Окей Это Прятки Может Еще Какого Безумного Безумного Безумца Дали Но Вроде Как Будто Нет Прям Чтобы Сиял Нет Вот Этого Можно Взять Хотя Атак Артиллерии На самом Деле В наших Условиях Да В наших Условиях Это Надо Едьте На Позиции И Начинаете Тренировки Вот Дом Выходим В эти 2% Военно-безонаселения Которые Позволят Нам Наши Минуса Покрыть А там Может Еще и Политка Появится В какой-то Момент Еще Два С Политой Подъедет Как бы Туда-сюда Я думаю Будет Нормально Кроме Того У нас Если Что Здесь Территория Наши Национальные Так Что Мы Будем Здесь Захватывать Людей И Сразу Их Мобилизовать В армию Ну а что Отличная Идея И вот Люди Начали Мобилизовываться Нехватка Потихоньку Карнизон И Людей Должна Закрываться И вот Уже Люди Вообще В запас Идут Отлично Теперь Можно вернуть Вот так Цифры Здесь Все Обучены Все В принципе Готовы Здесь Тоже Все Готовы Чуть Еще Давайте Восстановим Снаряжение Ну как Восстановим Заполним Запасы Все Таки У нас Их Не Слишком Много Надо Немножко Чтобы Было В плюсе Начинать Вообще С Минусом Плохая Идея Так что Мы Подождем После Чего Начнем Войну Все Равно Покажется Здесь Что происходит Правильно Ничего Не происходит А и кстати Говоря Италия Тут Не шуточная У нее 44 фабрики 31 военный Завод Это Не мало Это Половина Франции Почти Что В принципе Солидно Как минимум Я надеюсь Что они Смогут Продержаться На границе Позже Когда я Начну Войну С Интернационалом С Германией Мы Вообще Вообще Мы уже Готовы Начать Войну У нас Как бы Тут уже Производство Не надо На поддержке Нам хватит И поменьше Мне нужно было Просто Как можно Быстрее Нарастить Его Чтобы Закрыть Минуса То же самое Здесь На самом деле 20 военных Заводов Это Слишком Много Чтобы В кратчайшие Сроки Это Произвести Конечно Надо было Сделать Побольше Так что Наверное Давайте Кому Закончим А вот В следующей серии Мы начнем Полмасштабную Войну Против Германской Империи Наша Чехословакия Готово Во все Оружие Реально Во все Оружие Такие Дивизии Это Просто Супер Заряженные Пехотные Дивизии Можно было Конечно Вообще На механку И перейти Но Это еще Дольше Зачем нам Этого Ждать Верно Так что Ребят С вами был Дабгайм Обязательно Подписывайтесь Если вы еще Друг не подписаны Лайки Комментарии Твизискорс Как обычно Ребята И до скорых Встреч Пока